Приветствую, мои дорогие зрители, с вами Славянка, и сегодня у меня для вас подборка книг о животных, которые веками люди считали одним из самых злобных зверей. В разные исторические вредна перед ними преклонялись, но чаще всего именно этого зверя ненавидели и боялись, как это было со зверем Геводаном. В середине 18 века этот волк на Юве Франции загрыз, как сообщалось, 123 человека. И с тех пор волки для нас представляются жуткими хищниками, которые несут опасность людям. Три книги, о которых я вам сегодня расскажу, развеют эти все помыслы, домыслы и докажут, что волки не такие уже плохие, как принято нас считать. И даже детская песенка «Придет серенький волчок и укусит за волчок» не что иное, как людское суверие и заблуждение. Первая книга, о которой я хочу вам рассказать, это книга Джоди Пиккалт «Одинокий волк». Люк Уоррен – потрясающий человек. Всю свою жизнь он посвятил изучению волков. Он внедрялся в разный волчий стаи и в неволе, и в дикой природе. Он знал о них столько, сколько не знал о членах своей собственной семьи. Он любил волков больше, чем свою жену и детей. И считал это естественным, потому как родные люди должны были понимать и принимать все это без слов. С волками такое бы вообще не прокатило. А вот члены его стаи почему-то не слишком радовались этому. Дочь Кара, правда, в чем-то разделяла увлечение отца. А вот жена Джорджи и сын Эдвард как-то вообще не поощряли эту отцовскую страсть. Ведь для них папа, приходящий вожек стаи, как-то не очень-то подходил. Ну и разве можно их осудить за это? Ведь подумайте сами, каково это значит, что твой муж, отец твоих детей, может в любой момент просто не вернуться домой, исчезнуть навсегда, погибнуть по своей глупости и вине и оставить себя одну во всем этом мире. Но судьба решает иначе. Илюк волей случая попадает в аварию вместе со своей дочерью Карой. Илюк получает червенно-мозговую травму, которая приводит его к состоянию овоща. И вот теперь он лежит в больнице, и его детям Эдварду и Каре предстоит принять решение, отключать ли его от аппарата с жизнеобеспечения или продолжить бороться за его жизнь. И каждому дается определенный выбор, и выбор этот был очень сложным. И если в начале книги я была на стороне Кары, то потом я поняла, что доводы Эдварда все-таки убедительнее. И я перешла на сторону Эдварда. Автор на волне толерантности попытался запихнуть в свою книгу все, что только можно. В ней вы найдете и гомосексуалистов, и измены, и эвтаназию, и проблему донорства. Короче, все социальные проблемы там переплетены. Книга делится автором на главы, название которой названо именами героев. Так что, если вам не нравятся все эти жизненные драмы и переплетения, проблемы семейные, там, медицинские термины и судебные премии, то вы просто можете не читать главы, касающиеся членов семьи Люка, а читать просто главы Люка. Именно в главах от имени главного персонажа Люка происходит самое интересное, на мой вкус. И это интересно связано именно с волками. Именно в этих главах автор подробно описывает жизнь человека в стае. Мое живое воображение так и рисовало картины того, как волки принимают Люка к себе. Даже лежа на кровати у себя дома стала кровь в жилах от того, как он проводил эти ночи холодные в лесу в стае волков. Спасибо огромное автору за столь тонкое и живое описание. Конечно, в книге поднимается тема неприятия семьи Люка такого уклада его жизни. Ведь они его не понимали и не хотели с этим мириться. А кто захочет мириться с тем, что человек в своей семье предпочитает волчью дикую жизнь? Я думаю, таких немного найдется. Отсюда и название книги. Люк до конца оставался одиноким волком, который не мог прижиться ни в своей собственной семье, женой и детьми, ни в стае волчьей, от которой он был вынужден убежать и уйти. Книга достойна внимания. Книгу рекомендую почитать. Даже если вы не любите драмы, прочитайте просто кусочки, посвященные Люку, и я думаю, вам она должна понравиться. После Пикклта и ее художественное описание жизни волчьей стаи мне захотелось чего-то более научного и документального. И вы знаете, она нашлась. Это книга канадского зоолога Фарли Мауэта. Не кричите волки, она называется. Итак, книга начинается с того, что Мауэта как зоолога правительственное учреждение Канады отправляют в экспедицию, потому что там резко сократилось поголовье оленей Карибу. И власти были уверены, что причины этому волке. Да и вообще, у них вот уже руки чесались поохотиться на серых кровожадных хищников. Найло просто оправдать свои действия. Тут-то им попался под руку молодой зоолог Мауэт, который только недавно окончил университет. Итак, нашего героя начальство забрасывает в тундру изучать волков, расплодившихся и обнаглевших, с методичностью компьютерных пакманов, лопающих оленей Карибу, и прятанно-таки провоцирующих свой собственный отстрел. То есть волки прям бегают с табличками, убейте нас, а то мы сожжем всех ваших оленей. Укомплектованный котелками, капканами, средней частью канои, спиртом, исследователь поудобнее устраивается в тундре и знакомится с собственными соседями, эскимосами с одной стороны и волками с другой стороны. Совместно с эскимосами он осваивает халявный спирт, за волками пытается наблюдать. И первый же итог наблюдений слегка шахирует автора. Почему-то число оленьих скелетов растет по направлению не к волчьему логову, а к жилью людей. Автор искренне интересуется волками и сам по себе человек наблюдательный. Так что книга содержит массу познавательных сведений о санитарах тундры, об их повадках, особенностях семейной жизни, охоте. Главное, волчья добыча никак не олень и карибу, а многочисленные тундровые грузумы, к потреблению которых на обед решил приобщиться и наш автор. Отдельное спасибо ему за подробнейший рецепт мыши в соусе. Как заскучаю, обязательно обогащу свой рацион и домашних порадую новым блюдом. Молот ироничен и даже самый ироничен. Чтение этой книги превратилось в приятное, веселое времяпрепровождение. Не надо думать, что автор только и делал, что он наслаждался наблюдением за повадками и образом жизни волков. Он старался не забывать о бесчисленных побочных исследованиях, которые ему были навязаны правительственным учреждением. Слов писатель очень простой, легкий. Все повествование насыщено юмором. Никаких супернаучных терминов там вообще нет. Все доступно и понятно. Молот раскрывает перед читателями таинственный мир волков и уважение к этим животным растет в прогрессии с количеством прочитанных вами страниц. Особенно доставляет обложка книги, одна из обложек книги, выпущенной в нашей стране, на которой написано «Не кричите, волки». Ну, ё-моё, после так увиденной морды на обложке невозможно не кричать и в приступе паники, и истерики. Как будто это не книга натуралиста, а ужастик Стивена Кинга. Вы посмотрите как-нибудь. Это просто жуть какая-то. Но книга хорошая, читайте. Первые две книжки написаны от лица человека, как он познавал волков. Именно человек выступает наблюдателем за жизнью стаи. В последней же книге, о которой я сегодня расскажу, в книге Дороти Херст, мы посмотрим на человека глазами волка. Повествование в книге ведется от лица волчицы, которая пройдет труднейший путь страданий и приключений к дружбе с человеком. Каала, так зовут нашу главную героиню-волчицу, единственная, которая осталась живых из всего помета, потому что ее мать нарушила закон стаи и понесла от чужого волка. Каала была вынуждена выживать в стае и доказывать своим сородичам, что она не просто так осталась живых. Из-за необычной идеи повествования от лица волка, книга захватилась с первых страниц. Читать было легко и интересно. Текст длился плавно, идея очень оригинальная. И поскольку это не было похоже ни на что другое, прежде мне прочитанное, то было особенно увлекательно. Книга на грани фэнтези и прозы. Нет ривиальный сюжет, необычная манера повествования приводила в восторг. Но были и некоторые минусы, конечно же. Это некоторые слова, которые резали слух, использовал их автор странно, потому что повествование Дороти ведет о 14 тысяч лет до нашей эры. Время от 14 тысяч лет до нашей эры. А слова такие используют, например, гидравлический. То есть, ну, странно, да, что в это время знали значение слов гидравлический. Да, и чрезмерное очеловечение волков, как-то их поступков как-то вот напрягало немного. Сначала нет, а потом вообще напрягало. Причем главная героиня Каала, это небольшой волчонок. То есть, сначала она вообще маленький волчонок, а к концу книги даже ей еще нет года. Осуждение у нее такие взрослые, опытные женщины, прошедшие огонь и воду медной трубы. Ну, да ладно, это я так прикапываюсь уже к мелочам. Классно автор описывает жизнь молчей стаи. Мы видим эту жизнь глазами волка. Мы видим эту жизнь, мы чувствуем все правила, структуру стаи, повадки волков и так далее. Я думаю, что автор очень хорошо изучила весь, все эти моменты. И это по праву можно считать лучшими страницами этой книги. Читайте Дороти Хёрст, рекомендуйте эту книгу детям, подросткам, да и вообще, почему бы всем остальным она без возрастных ограничений, так сказать. Итак, если вы прочитаете все эти три книги, о которых я сегодня рассказала, то значительно расширите свои представления о волках. И, возможно, это заставит вас взглянуть на лесных хищников по-другому. На этом все. С вами была Своя Ленка. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok